Абхазский язык Абхазский язык Абхазский язык Абхазский язык Абхазский 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 сделать так, чтобы в вопрос развития государственного языка мы смогли в вопросе внести свою лепту и свой вклад. В развитии и сохранении государственного языка немалую ответственность несут и средства массовой информации. Согласно 16 статье закона о государственном языке, основным языком в средствах массовой информации Республики Абхазия является абхазский. В общем объеме выпускаемых государством печатной продукции не менее две трети должны составлять издания на государственном языке, а в негосударственных печатных средствах массовой информации не менее половины, за исключением издания, учрежденных национальными культурными обществами. Телерадиокомпании, независимо от форм собственности, не менее две трети своих передач должны вести на государственном языке, а ГТРК пытается соблюдать предписанные законом требования. Однако собирать материал журналистам абхазской редакции вещания крайне тяжело, так как практически все мероприятия проходят на русском языке. А респонденты очень часто отказываются давать интервью на абхазском языке, в силу того, что плохо владеют им или же вовсе не знают. Наша проблема журналистов – это не только наша проблема, это проблема государства. Если все люди, живущие на территории Абхазии, будут владеть абхазским языком, будут говорить на государственном языке, то у нас, естественно, проблем не будет. Наша продукция напрямую зависит от людей, от населения. Телевидение – это всего лишь отражение того, что происходит в стране с языком в частности. Конечно, журналист не виноват в том, что люди не говорят на абхазском языке. Чиновники должны говорить, министры должны говорить. Они должны быть заинтересованы, чтобы они говорили, чтобы их подчиненные говорили, потому что передача или тот же самый маленький сюжет, который в 4 минуты, он не может состоять без респондента, без героя. Все зависит от героя. Если мой респондент говорит на родном языке хорошо, то, естественно, передача получится интересной и, соответственно, профессиональной. Не то, что он говорит на абхазском, я говорю на русском или же наоборот. Но к этому надо стремиться. Мы не можем, если мы считаем, что абхазский язык – это государственный язык, мы должны говорить на нем. И абхазское телевидение старается, чтобы передачи были на абхазском языке. И руководство ГТРК всегда отдает предпочтение и приоритет государственному языку. Еще одним немаловажным моментом в вопросе пропаганды родного языка и создание имиджа государства является наружная реклама, различные вывески и надписи на частных и государственных объектах. Согласно закону на территории Абхазии, реклама должна размещаться на государственном абхазском языке. При необходимости изложение рекламы по усмотрению рекламодателя дополнительно может дублироваться также на русском и английском языках. Дублированные надписи на русском и английском языках не могут превышать по формату надписи на государственном языке и должны быть выполнены таким же шрифтом. Я считаю, что любой человек, который заезжает в нашу страну, он должен сразу понимать, в какую страну он приехал. О чем это говорит? Значит, у нас на нашем языке должно быть все. Сегодня в офисе «Неон» большая группа дизайнерская, которая и говорит, и читает, и пишет на абхазском языке прекрасно. Мы сами себе не можем позволить делать ошибки с языком, поэтому у нас проблем с абхазским языком нет. Мало того, мы готовы помочь нашему заказчику в переводе, в каких-либо еще эстетических, технических, еще каких-то нюансах, связанных с наличием двух языков на одной рекламе. То есть мы со всеми этими вещами работаем. Мы можем произвести рекламу, скажем так, с нулевого этапа и можем изготавливать рекламу уже с готовыми файлами, скажем так, или с готовым материалом. Если это мы делаем с нулевого формата, то мы, естественно, сразу предупреждаем своего заказчика о всех нюансах, которые могут быть в дальнейшем у него в работе. Если это речь идет, скажем так, о ввеске, естественно, предупреждаем, помогаем, осуществляем. А если речь идет о людях, которые просто приходят, которым нужно выполнить, скажем так, некую задачу и изготовить, напечатать и так далее, то есть мы за это не несем никакой ответственности. То есть по тексту, скажем так, мы не несем ответственности. Однако в городах и районах встречаются немало рекламной продукции, изготовленной с нарушением прописанных в законе правил. Мы в прошлом году собрали очень много реклам, более 150 в Гагарском районе и более 100 в Сухумском городе, Сухум, с ошибками. Мы в Гагарх уже обратились в прокуратуру, прокуратура предупредила рекламщиков. Помимо этого и в Сухуме тоже мы уже начали обрабатывать все данные, которые мы получили. И я думаю, что совместно с новой администрацией мы начнем и эту проблему решать. За соблюдением прописанных в законе правил оформления рекламы должны следить ответственные лица при администрациях городов и районов. Мы обратились в столичную администрацию, чтобы узнать, как ведется эта работа в Сухуме и насколько часто выявляются несоответствия готовой продукции к предъявленным требованиям. Как оказалось, на данный момент управление, отвечавшее за данную сферу, упразднено. Сейчас в администрации идет процесс реструктуризации и определяется круг специалистов, которые будут курировать этот вопрос. Кроме того, как уточнили в администрации, ранее отдел, отвечавший за содержание и оформление рекламы, работал неэффективно. И поэтому в дальнейшем соблюдению закона в этой сфере будет уделяться пристальное внимание. Язык – главное богатство любого государства, которое является важной частью национальной самобытности. Его утрата отрицательно отражается на всем облике личности. Если язык функционирует полноценно, значит нация духовно сильна. Сохранив родной абхазский язык, наше государство реально может состояться сегодня и в будущем.